Уважаемые представители Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, Служба гражданской защиты чрезвычайных ситуаций Министерства фунтов и директора Молдова, представители молдавских служб, ведомств, царь депкорпуса, мы сегодня собрались по случаю завершения очень важного проекта, об этом сейчас будем говорить, и по идее провода наших коллег, друзей, которые очень большую работу здесь провели совместно с молдавскими, пренестровскими спасателями. Позвольте мне представить вам руководителя миссии ОБСЕ в Кишиневе, господина Малаконстанцина, добро пожаловать, представителя миссии Совета Европы, Европейского Союза, а также других коллег, которые сошли возможным принятием участия в нашем таком мероприятии торжественном. Приветствую вас и поздравляю с успешным завершением гуманитарной операции по демонтажу аварийно-воздушно-канатной дороги через реку Днестр. Хочу сказать, что это был очень важным и востребованным проектом, потому что жители обоих берегов Днестра не раз выражали опасения в связи с риском обрушения вышедшего из строя фуникулера, который угрожал как жизни людей, так и сохранности их имущества. Как известно, проведение демонтажа канатной дороги было согласовано в рамках переговоров по пренестровскому регулированию в формате 5.0.2 еще в мае 2013 года, и российская сторона, взяв на себя обязательства, провести данную работу, проявляя такую волю реализации этой программы и подтвердила готовность российской стороны выполнять свои обещания, которые ставили роль России как посредника и гаранта пренестровского регулирования. Я хотел бы отметить высокий профессиональный уровень сводного отряда ЧС России, поблагодарить их за такую работу и за активную поддержку молдавских коллег, совместно проведя такой необычный проект демонтаж необычного объекта. Большую помощь в этом оказали пилоты вертолета ИМ-26, я не знаю, они присутствуют или нет среди вас, на плечи которых легла очень ответственная работа. Безусловно, в успех гуманитарного проекта не было бы возможным без участия молдавских спасателей, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки. В пользу случаях я хотел бы выразить признательность от имени российской стороны в службе гражданской защиты в СССР в СССР в МВД Республике, Министерстве иностранных дел и европейской интеграции, местным органам власти, за гостеприемство, за заботу о личном составе отряда ЧС, а также за наладивание платформного взаимодействия с различными организациями в решении оперативных вопросов в ходе операции. Дорогие друзья, я хотел бы еще отметить то, что за короткое время эта работа была завершена, как было сказано в протоколе между нашими спасателями органов МЧС, что мы этот проект завершим пятому числу. Вот сегодня наши коллеги готовы доложить, что работа завершена, и мы услышим их доклады, и уже собрались по поводу их провода в Россию. Особо хотел бы отметить профессиональную работу представителей Министерства обороны Республики Молдова. Молдавские саперы, несмотря на нестандартных задач, оказали действенную помощь в реализации подрыва секций канатной дороги. Таким образом, операция стала уникальным опытом тесного сотрудничества спасателей России и Молдовы с участием предметровских специалистов. Она показала, что персоналы своего дела, объединенные общей целью обеспечения сохранности логической жизни, всегда найдут общий язык для решения поставленных задач. Таким образом, проект реализован, установлены сроки, и мы сегодня провожаем домой наших российских коллег, и в связи с этим хотел бы еще раз поздравить с решением проекта с окончанием демонтажа воздушно-канатной дороги и сказать вам хорошей дорогой, доброго пути, здоровья и дальнейших успехов в сотрудничестве спасательных слов России и Молдавии. И сейчас позвольте представить слово руководитель миссии ОБСЕ, Молдова. Продолжение следует... Это проект был иницирован в рамках переговоров в формате 5 плюс 2 и успешно реализован при поддержке обеих сторон, при ведущей роли Российской Федерации и финансово поддержки ЕС. Я бы хотел бы encourage the sites to continue working together and building trust, similar to what we've seen, of the excellent work done by the two experts we've seen on this site and solving this danger to the populations on both sides of the bank. И я хочу призвать обе стороны продолжать работать вместе и укреплять доверие, как мы увидели на примере превосходной работы экспертов с обоих сторон. So, congratulations, gentlemen. The video that I saw was an amazing one. It really speaks highly to the expertise both of you brought to this work. Так что, поздравляю вас. И я видел видео демонтажа. Я действительно был впечатлен этим видео, но показывает высочайший уровень экспертной работы с обоих сторон. Поздравляю. Коллеги, господа офицеры, господин посол, добрый день. Действительно, эта операция была нестандартной для нас. И для вас, и для нас то же самое. И позвольте выразить благодарность Министерству по учреждениям ситуациям Российской Федерации за поддержку и помощь оказывающей службой гражданской защиты и учреждениям ситуациям МВД Республики Молдова. Операция по демонтажу промышленного фоникулера на обеих берегах Министра стала для нас новым и ценным опытом. Спасатели Российской Федерации работали рядом с нами, разделяли свои профессиональные навыки. Я убежден, что вместе мы создали крепкую профессиональную команду. Я еще больше убежден, что кроме коллег, кроме команды, вы нашли себе как с молдавской стороны, так и с российской стороны нашли себе друзей. Ура, дорогие коллеги, считаю, что проведение совместной операции позволило нам перенять, а также поделиться своим опытом с российскими коллегами. Операция, в которой принимали участие специалисты обеих государств, стала для нас вызовом, с которым мы удачно справились. Самое главное то, что достигнутый результат соответствует нашим ожиданиям. Рабочие команды действовали сплоченно, им удалось показать свой профессионализм, несмотря на все обстоятельства. Также я хочу поблагодарить все ведомства Республики Молдова, принимающие участие в операции, а именно наших коллег с Министерством обороны, Министерством иностранных дел и европейской интеграции, а также представителей других органов власти, которые поддержали нас на протяжении проведения темтажных работ. Также хочу поблагодарить программу развития ООН Республики Молдова, а также делегации Европейского Союза Республики Молдова. Хочу пожелать коллегам с Российской Федерации приятного полета, удачи в вашем, вообще не в вашем, а в нашем, в Миноком Турге. Спасибо. Уважаемые коллеги, друзья, операция была очень сложная, уникальная. Такой длинный линейный объект нам не подходилось разбирать никогда, металлический. Демонтировано более 300 тонн металлоконструкций, более 60 вагонеток и, собственно, полностью устроена для населения любая опасность. Оставшиеся вагонетки на левом берегу в Приднестровье будут демонтированы в следующем году. Ну, так, во всяком случае, у нас стоит задача. Что хотелось бы отметить. Тот высокий дух кооперации, тот дух великолепной совместной работы с обеими сторонами, с левым и с правым берегом. С самого первого момента мы понимали, что у нас могут возникнуть какие-то проблемы. У нас не было ни одной проблемы. Я хочу поблагодарить молдавскую сторону, сказать большое спасибо, без вас бы мы ничего не сделали. То же самое относится и в Приднестровской стороне. Спасибо за внимание.